Воспоминание 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 И взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришло два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав, первосвященники сказали ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий. Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего десную силой, грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь мы слышали богохульство Его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам Христос, кто ударил тебя? Петр же сидел вне двора, и подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся пред всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидел его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, склятывая, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоящие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Дорогие мои друзья, это целый ряд событий. Но все это происходило примерно на одном и том же месте. Оно происходило, начало происходить все на Лионской горе. Написано очень интересно. И воспев пошли на гору Иллионскую. Была радость. Все началось с радости. Ученики пели. Вместе с ними, возможно, пел Иисус Христос. Они радовались. С радостью пошли на гору Иллионскую. И воспев пошли на гору Иллионскую. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание на несколько таких важных моментов. Иисус Христос немножко дальше говорит, что все вы сегодня что сделаете? Соблазнитесь о мне. Интересно, что происходит. Господи, почему такой оборот вещей? Почему мы идем на гору Иллионскую? Мы радуемся, мы вместе поем. У нас радость на сердце. И вдруг Иисус Христос говорит следующие слова. Это стишок сразу после этого. Первый говорит, воспев пошли на гору Иллионскую. А следующий, 31-й говорит, тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Как-то странно, правда? Я думаю, что Иисус Христос говорил о реальности нашей христианской жизни. Почему я прочитал вот этот отрезок? Потому что здесь заключается очень много важных аспектов нашей христианской ежедневной жизни. Мне хотелось бы, чтобы сегодня в преддверии воспоминания, в преддверии страданий Иисуса Христа, мы подумали об этом не только сейчас, но на протяжении дня, когда мы возвратимся домой, когда мы будем идти по этой Иллионской горе. Иллионская гора – это твоя и моя жизнь, дорогой мой друг. Иллионская гора – это тогда, когда мы восходим на высоту с Иисусом Христом, мы поднимаемся на высоту с Богом, и мы имеем постоянное общение с тем, кто пострадал ради нас. Это моя и твоя, дорогой мой друг, Иллионская гора. Воспев, пошли на гору Иллионскую. Как бы хотелось, чтобы мы с радостью поднимались на эту гору Иллионскую. Но Христос обращается к ученикам и говорит, что все вы соблазнитесь о Мне. Зачем, Господи, такие слова? Почему так происходит? Потому что Бог знал нашу человеческую греховную натуру. Иисус Христос знал, что у каждого из нас есть вероятность быть что? Соблазненным. Есть вероятность попасть в грех. Есть вероятность отречься от Иисуса Христа. И что Он говорит, что не кто-то. Мы очень часто, читая это место Священного Писания, впоследствии обращаем внимание на Петра. Как он отрекся от Иисуса Христа. Но я когда читал сегодня утром это место, я понял для себя немножко больше. Я хотел бы этим с вами поделиться. Я понял, что не один Петр был исключением. Я понял, что Библия здесь говорит, я читал это для вас, я думаю, что вы заметили тоже, что написано, подобное говорили и все ученики. Почему-то Петр остался на страницах Писания в этом месте, по-особому подчеркнув. Но подобное говорили кто? Все ученики. Дорогие мои друзья, подобное говорили все ученики. Подобное. Что же подобное говорили все ученики? Они говорили, что они не отрекутся. Петр говорит, зарекаясь, он клянется в какой-то мере, он просто убеждает Иисуса Христа, «Господи, да никак, ну если даже все, если даже все, я, да я же мужчина, я крепкий, я сильный, я же рыбак, я же сети вот эти тяну, я лодку подтягиваю к берегу, у меня есть сила, я постою за Тебя, Господи, у меня есть план». Я когда читал это событие, разворачивается история. Апостол Петр уже приготовился к определенным действиям. Апостол Петр не просто говорил слова, он не просто обещал Иисусу Христу, он подготовился к действиям. Мы это увидим дальше в событиях с Иисусом Христом. Почему я прочитал вот этот весь отрезок? Апостол Петр знал, что он говорил, он стоял за своими словами. Я думаю, что его рыбацкая жизнь научила его быть каким-то ответственным, потому что рыба не играется тоже с людьми, да, надо вовремя ее поймать, надо вытянуть, иметь силу. Это тяжелая работа. Особенно, если это было у него ремесло для жизни. Он научен был стоять за свои слова. И апостол Петр обращается к Иисусу Христу, и говорит, Господи, если даже все отрекутся, я никогда. У меня уже есть план. Я хотел бы обратить наше внимание, что каждый день, когда мы идем на Иллионской горе, каждый день, когда мы имеем это общение с Иисусом Христом, Бог говорит, что у нас есть шанс. Мы можем быть подвержены соблазну. Мы можем быть подвержены искушениям. Но что очень важно, что самоуверенность Петра и прочих вместе с ним, она не привела их ни к чему хорошему. Апостол Петр уже приготовился. Он, как мы дальше читаем вместе с Священного Писания, был не один. Были с ним все. Может быть, они не выступали так сильно, как апостол Петр. Может быть, они не громко заявляли такие громкие заявления. Может быть, никто не сказал так, как он сказал, что если даже все отрекутся, то я нет. Но они все обещали Иисусу Христу не отречься. Они все обещали постоять за Иисуса Христа. У них было свое представление, мы знаем, о том, как же должен воцариться Иисус Христос. На то время ученики, может быть, в какой-то мере недопонимали духовной части или духовной стороны спасения или царства Иисуса Христа, который пришел на эту землю. Они ожидали, что это придет царь, который завоюет весь Рим, который восстановит власть Израиля на том месте, который, может быть, восстановит храм Соломонов, который возобновит славу этого храма. Они ожидали такого мессию. Они готовы были. Они рассчитывали на свои силы. Они рассчитывали на то, что они смогут что-то сделать. Если нужно будет сделать переворот, они смогут. Большинство из них были рыбаки, мужчины крепкие, сильные. Они готовы были это делать. Они на что-то рассчитывали. И, как и у остальных, у Петра было свое личное представление о победе с Иисусом Христом. У него было свое личное представление. Иногда в нашей жизни происходит что-то подобное. Мы служим Богу, но наша жизнь уже настолько распланирована. Каждый день нашей жизни настолько распланирован. Мы знаем, когда мы идем на работу. Мы знаем, когда мы приходим. Мы знаем, что мы когда сделаем. Какую машину мы купим. Какой дом мы купим. В каком районе мы будем жить. Что мы будем делать. Какую церковь мы будем посещать. У нас все спланировано. У нас есть свой путь. У нас есть свой взгляд на нашу христианскую жизнь. Мы приготовили. Мы говорим, Господи, мы никогда. Я никогда. Мне так хорошо с Богом. Бог меня благословляет и в этом. Бог меня благословляет и в этом. Бог дает мне и это, и то. Бог благословляет меня во всем. Но что же получилось неправильно? Или что же происходит не так, как хочет Иисус Христос? Что же происходит, что не понравилось Иисусу Христу? Библия говорит нам, что по прошествии некоторого времени, когда они шли, и Петр божился и клялся Иисусу Христу, что он не отречется. Они подошли к месту, называемому Гефсиманией. Они подошли к месту, называемому Гефсиманией. И здесь Иисус Христос взял троих. Он взял самых важных, самых видных учеников своих. Это был Петр и двое сыновей Завидеевых. Иаков и Иоанн. Вы помните, что происходило с ними до этого? Вы помните, что просила мать Завидеевых сынов? Она просила о том, чтобы они сели по правую сторону и по левую сторону. Она тоже устрояла им жизнь. У них тоже было свое какое-то представление. Я не думаю, что мама просто так без их согласия или без их ведома подошла к Иисусу Христу. Я думаю, что они строили дружеские отношения, как мы делаем в нашей жизни. Правда? Мы заводим дружеские отношения. Мы хотим как-то где-то быть знакомы с кем-то важным. Потому что нам хочется в чем-то где-то преуспеть. И мать сынов Завидеевых, она делала то же самое. Она уже позаботилась как бы о жизни своих сыновей. Она думала, что все будет хорошо. Она попросила Иисуса Христа. Он посадит одного по правую сторону, другого по левую сторону. Петр пообещал, что отрекаться не будет. Ничто. Иисус Христос проверяет их веру. Иисус Христос в этот момент проверяет их план. Их план действий. Их план победы. Их план христианской жизни, дорогие мои друзья. Наш план, мой план христианской жизни. В тех моментах, когда я делаю какие-то особые обещания для Иисуса Христа. Когда я, может быть, настраиваю какие-то отношения с Иисусом Христом. Приходит момент проверки в мою и твою жизнь. Бог хочет проверить, насколько ты серьезен в своих отношениях с Ним. И Петр думал, что он серьезен. Библия нам говорит дальше, что когда пришли брать Иисуса Христа, и вот один из бывших с Иисусом, просерший руку, что сделал? Извлек меч свой и ударил раба первосвященника. Кто это был, кто знает? Петр, да? Казалось бы, он был серьезен. У него намерения были, куда серьезней некуда. Он приготовил все. Он пообещал Иисусу Христу, он сделал все. Он рассчитывал на свою силу, он взял с собой меч, может быть не один, он готов был на все. Я читал и думал, Господи, как часто это напоминает мне самого себя. Как часто я прихожу к Тебе и говорю, Господи, я готов делать для Тебя что-то. Я хочу служить Тебе, я припасаюсь этими мечами, я припасаюсь своими методами достижения побед, я стараюсь что-то сделать. Господи, прихожу в тот момент, когда Бог начинает испытывать мою веру, и я оказываюсь совсем неприготовленным. Я оказываюсь делаю совсем не то, что я должен был делать. Как часто в нашей жизни мы просто соблазняемся Иисусе Христе по той причине, что Он не вмещается в наш разум, Его план не совпадает с нашим планом. Мы уже спланировали победу с Иисусом Христом, не посоветовавшись с Ним. Мы уже спланировали свою христианскую жизнь, куда мы придем, что мы будем делать, как мы будем делать, где у нас будут победы, какие победы, чего мы достигнем. Но Иисус Христос имеет совершенно другой план в моей и в твоей жизни. И вот в тот момент я начинаю вытягивать из своей кинжалы, мечи и что-то делать. Господь говорит к Петру, обращаясь, оставь Петр. Это не те методы. Это не то, что Бог делает. Это не то, как Бог делает. Дорогие мои друзья, еще хотелось бы обратить внимание на то, что все ученики соблазнились без исключения. Не только Петр соблазнился о Иисусе Христе. Не только Петр отрекся от Иисуса Христа. В нашей жизни рано или поздно происходит что-то подобное. И я уверен, что каждый из нас проходит через момент, когда мы соблазняемся о Иисусе Христе. Когда мы понимаем, что Иисус Христос не сделал так, как я представлял. Не сделал так, как я хотел. Когда мы приходим к этому камню, который становится камнем соблазна в нашей жизни. Я говорю, Господь, или я должен смириться и понять, что Ты имеешь что-то большее, чем мои кинжалы. Я должен понять, что Ты имеешь что-то большее, чем мои планы. Или это становится камнем в моей жизни. Дорогие мои друзья, Библия говорит, что апостол Петр соблазнился со всеми остальными учениками. Давайте прочитаем это место. Написано, что все ученики Иисуса Христа разбежались. Они не остались, никто с ним. Потому что Иисус Христос был взят и отведен к первосвященнику Каиафе. Я извиняюсь, не могу сейчас быстро найти это место. Когда мы приходим со своими методами к Иисусу Христу, когда мы приходим к Иисусу Христу и хотим добиваться побед своими силами или своим каким-то человеческими способами, мы приходим к соблазну, мы понимаем, что Иисус Христос не приготовил этого для нас в нашей жизни. Мы переживаем что-то, что ставит нас под большой вопрос, наши способности под большой вопрос, Ставит наши возможности под большой вопрос Мы не знаем, как нам действовать дальше Но очень важное событие, что происходит в жизни учеников Вот этот момент, о котором мы просто перешагнули немножко Я хотел бы к нему возвратиться Это то, что Петр приготовил себя Он приготовил себя для того, чтобы сражаться за Иисуса Христа Но подготовка, которую он себя готовил Была совершенно не тою, которую хотел готовить его Иисус Христос Подготовка, которую мы иногда готовим себя Оказывается совершенно не из, скажем, инструкции Божьей У Бога, у Иисуса Христа есть особая инструкция Для твоей и моей подготовки к войне или к борьбе за Иисуса Христа Написано в Писании, что наша вражда не против чего? Плоти и крови Не за успех в этом мире Не за еще какие-то достижения Но наша вражда против чего? Против духов злобы поднебесной Это наша вражда И что интересно, что Бог иногда делает то, что совершенно противоречит нашей человеческой логике Мы думаем, что если мы закончим хороший университет У нас будет все хорошо У нас будет христианская жизнь на высоком уровне У нас будет наша человеческая, физическая жизнь, финансовая жизнь на высоком уровне Бог благословит нас Но Библия говорит, что не много из нас знатных И что? И разумных Вот таких Бог призывает Бог берет тех, кто незнатные Бог берет тех, кто неразумные И делает с них теми, кто переворачивает весь мир Он взял 12 человек Которые не были образованными Которые, может быть, все, что знали, это как ловить рыбу Некоторые из них не знали и того Но Иисус Христос взял и изменил их сердца Он научил их борьбе своей Вот когда они прошли вот эту подготовку И не сдали первого экзамена То после этого они поняли, что им нужно проходить подготовку еще раз И написано, что когда Христос вошел на небеса к Отцу Своему Небесному Они что были? Находились вместе единодушно И что делали? Ожидали Я не думаю, что они просто сидели, склавши руки и ожидали Они переосмысливали свою жизнь Они переосмысливали этих 3,5 года Учения Иисуса Христа И думали, Господи, в чем я был неправ? Что я сделал не так? Зачем я взял этот меч? Где я в чем делал по-своему? А как ты хотел, чтобы я делал? Смотрите, здесь Иисус Христос берет Петра Берет Иакова и Иоанна И они восходят на гору Иисус Христос знает, к чему Он их готовит Он говорит Душа моя скорбит смертельно Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною И отойдя немного, пал на лица свое Молился и говорил Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия Впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь Апостол Лука говорит, что он отошел на вержение камня Вы знаете, как это далеко, да? Это примерно 60 метров Ну, может быть, 80 Я не знаю, или вы можете бросить дальше Ну, я когда-то бросал в школе 60 с чем-то, 62 метра То я думаю, что 60 это в среднем можно бросить Можно бросить Мячики мы в школах когда-то бросали Помните на Украине такие резиновые? Вот 62-63 метра можно было бросить Ну, вот камень бросить, может быть, можно дальше Если плоский, хороший Может быть, ближе Но в среднем пусть 60 метров Это не так далеко Это совсем недалеко Иисус Христос отошел не так далеко Я думаю, что он молился и очень сильно молился Написано, что молился так, что его пот превратился в капли крови Но ученики под это моление Иисуса Христа тихо уснули Те, которые боролись больше всех Они обо всем позаботились И мне вспоминается момент Иакова Из жизни Иакова Вы помните, в Ветхом Завете Библия повествует нам и говорит о том Что Иаков сделал все по своим соображениям Когда он шел на встречу с Исавом, со своим братом Он разделил свой стан Он разделил своих жен Разделил детей Он все по-человечески сделал правильно Он все, ну, приготовил Позаботился обо всем По-человечески это был самый умный и мудрый вариант Но только он проходит через поток и авок И вдруг кто-то нападает на него Вот этого он не ожидал Вот этого он не ожидал Апостол Петр приготовил все Взял меч Пообещал Иисусу Христу Может быть потренировался где-то Я не знаю, я говорю, да Иаков, Иоанн Они позаботились Мама поговорила с Иисусом Христом Поговорили о том, чтобы правая рука и левая рука Принадлежали Иоанн Правая и левая рука Места принадлежали Иоанну Иакову Обо всем позаботились Но вдруг Иисус Христос приходит И просит их молиться Ну как это, молиться? Да некогда, Господи Некогда молиться Мы должны сейчас вот Ты же говоришь о страданиях Ты же говоришь о том, что что-то должно произойти Мы готовы, Господи Я уже готов, Господь Зачем еще молиться? Иисус Христос, написано Пошел и начал молиться Когда Он приходит к ним Они тихо спят И находят их спящими И говорит Петру Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Дорогие мои друзья Вот это подготовка Вот это подготовка Иисус Христос говорит Не могли ли вы бодрствовать один час со мной? Я обратил внимание на слова Иисуса Христоса Которыми Он молился Отцу Своему Небесному Говорится так Он пал на лице Своё Молился и говорил Отче мой Если возможно Доминует Меня чаша сия Впрочем, не как Я хочу Но как Ты Скажите мне, пожалуйста О какой чаше Молился Иисус Христос? О чаше страданий Но разве не Он ли сказал Вот Я, пошли Меня? Он же сказал Отцу Своему Вот Я, Господи Вот Я, Отче Пошли Меня Он готов был страдать Он об этом говорил неоднократно Он готов был страдать Я думаю, что Иисус Христос Молился немножко о другой чаше Вы помните событие, которое происходит С Иисусом Христом на Голгофе Он распят Он не роптал Он готов был страдать Его избивали Он даже ни слова не сказал В сторону обвинителей Он страдал Его вознесли на крест Он молчит Но пришел момент Когда Он возопил громким голосом Отче, Отче Для чего Ты оставил Меня? Вот это была чаша О которой молился Христос Иисусу Христу было очень сложно перенести Разрыв со Своим Отцом Он постоянно общался с Ним И Библия говорит нам о том, что Он говорил ученикам и людям вокруг себя Я не делаю ничего, если не вижу Отца Своего делающим Я не говорю ничего, если не слышу Или не говорю от того, что сказал мне Отец Мой сказать Вот такой была жизнь Иисуса Христа Он имел тесное общение с Богом Отцом Он имел постоянное общение с Богом Отцом Это не было раз в неделю на воскресенье Два часа И то мы уже смотрим на часы Потому что время заканчивается Это не было время еще как-то Иисус Христос постоянно находился в общении с Иисусом Христом С Богом Отцом Своим Небесным И здесь Он учит своих учеников Петра, Иоанна, Иакова Дорогие друзья Он учит через это меня и тебя, дорогой мой друг Прежде всего Твоя и моя победа Зависит не от нашей подготовки Не от наших знаний Не от нашего образования Не от наших возможностей Не от количества денег Но от того, насколько мы близки с Богом нашим Небесным Отцом Слава Богу Твоя и моя христианская жизнь Зависит не от того, в какую мы церковь ходим Как долго мы в ней сидим или как мало Как организовано или не организовано Нравится нам проповедник или не нравится Твоя и моя духовная жизнь Зависит от того, насколько ты близок с Иисусом Христом Твоя и моя жизнь Будет зависеть от того, что ты будешь делать сегодня после этого служения Вспоминая о преддверии стоя воспоминания о страданиях Господних Придешь ли ты домой и забудешь о всем Забудешь о том, что вечером воспоминания Или ты будешь рассуждать над этим до конца дня И думать, Господи, ты один, кто согласился на этой земле В этом мире Пойди на Голговский крест Ты один, кто согласился принять эту чашу страданий На себя Ты один, кто согласился отойти Разорвать эти отношения на какое-то время с Отцом Небесным Ради меня и тебя, дорогой мой друг Это то, что сделал Спаситель Ради меня Для того, чтобы я мог одержать победу Для того, чтобы я мог получить спасение в Иисусе Христе Для того, чтобы я сегодня мог быть на этом месте Зная, что Искупитель мой жив И Он живет на небесах И приготовил спасение И место Одесной Отца Для каждого из нас Это благо, дорогие мои друзья Это то, что мы не можем сделать своими усилиями Это то, к чему мы не можем достичь Своими усилиями Это единственный путь Выстоять до победы Через присутствие в общении с Богом Дорогой мой друг Я за неимением времени Хочу сказать или призвать нас к молитве Призвать нас к тому, чтобы мы искали лица Божия Этого не может сделать никто за нас Это не может сделать Ни служитель, ни диакон Ни рядом стоящий Ни твой отец, ни твоя мать Ни твои дедушка или бабушка Ты можешь сделать это только сам Ты можешь сделать это только лично Потому Христос не позвал мать Завидеевых сыновей Чтобы она молилась за них Он позвал Иоанна и Иакова Чтобы они молились о том, о чем просила их мать Но они провалили этот экзамен И дальше в жизни мы видим, что апостол Петр отрекся от Иисуса Христа Все остальные ученики оставили Иисуса Христа В том числе Иаков и Иоанн Только лишь по воскресении Иисуса Христа Они поняли свою ошибку Дорогой мой друг Для нас это история Для нас это пример Я благодарен Богу за то, что нам не нужно проходить вот этого Я благодарен Богу за то, что когда-то 12 учеников Прошли этот сценарий Прошли эту учебу вместе с Иисусом Христом И оставили это записанным на страницах Евангелия Для примеров Пример для тебя и для меня, дорогой мой друг Чтобы мы сегодня могли читать Назидаться от этого И черпать знания, черпать понимание Того, что наша победа Твоя и моя победа Зависит от общения с Иисусом Христом От близости с Отцом моим небесным И это не здесь только В церкви Но это каждый день Каждое утро Каждый вечер Когда мы ищем лица Господня Это каждый раз, когда мы думаем, куда нам идти работать Это каждый раз, когда мы покупаем дом Молимся ли мы Господу Это каждый раз, когда мы делаем какое-то решение в своей жизни Молимся ли мы Господу Ищем ли мы Божьи воли Ищем ли мы Божьи победы Или мы уже все Определили своей рукой Мы уже взяли так, как апостол Петр Он запасся всем Для того, чтобы побеждать Но его победа Это было его личное желание Это не то, что Приготовил для него Господь Это не то, что Приготовил для него Иисус Христос Я хотел бы, чтобы мы сегодня Молились об этом Говорили, Господь Помоги нам Чтобы мы готовились И искали тебя Больше всего в нашей жизни Аминь Субтитры сделал DimaTorzok